Дай почитать. Дай почитать. С прекрасными гармоничными иллюстрациями художника Евгения Антоненкова. Детские стихи «Юный морец» чудные и чудесные одновременно. Какие-то зорные, с легкой сумасшедшинкой, очаровательные, фантастические и обаятельные. Можно читать в любом возрасте, а лучше семьей. Стихи забавные, музыкальные, несколько абсурдные, но такие захватывающие, веселые, что запоминаются сразу и навсегда. Много краников имеет и колес самовара, ветролета, паровоз, паровоза, ветролета. Самовар машет крыльями, пускает теплый пар, греет публику, танцует и поет самовара, паровоза, ветролет. Это особенность детских стихов морец, повторяемость слов, попытка разглядеть их под разным углом, полюбоваться, а заодно и у маленьких читателей закрепить в памяти новые слова. Для поэтессы нет ничего незначительного и мелкого, все важно. Вареники, носки, влетевшая в комнату оса, веселый завтрак, пони, гном, кроты. Образы у юный морец точные и объемные. Озябший зяблик, кропотливые кроты, снегопадный шелк, оса, как пончик с лапками. А какие незабываемые, точные и обаятельные герои. В крыше ехала домой юный морец. Чертенок, наш обожаемый ребенок, малиновая кошка, художник Антоненков, мудрая, премудрая сова, самовара, паровоза, ветролет, веселые лягушка, свежие коты, ежик с дырочкой в правом боку, пони и другие. Думаю, что каждый должен иметь крышу ехала домой юный морец. Это действительно интересно, полезно и увлекательно. Настолько, что все время хочется цитировать что-то типа «Раз в галошу села лошадь и сказала я галошадь» или «Великая мумукала, великая мяукала, с известным кукарекала гуляла у реки» и много других строчек. Дорогие слушатели, ни минуты не сомневаясь, что книгу юный морец «Крыша ехала домой» читать надо. Всем до новых встреч! Дай почитать. 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 Продолжение следует...